Теперь о ходе антитеррористической кампании в Сирии, к которой подключилась российская авиагруппировка. В Центре управления обороны сегодня рассказали новые детали и продемонстрировали съемки того, как все проходило. Итак, по данным Минобороны, на задание были отправлены фронтовые бомбардировщики Су-34, Су-24М и штурмовики Су-25. За минувшие сутки они совершили 18 вылетов, причем больше половины ночью. Раньше боевики ИГИЛ активно пользовались тем, что самолеты Арабской Республики не имеют технической возможности работать в темное время суток. У российских летчиков таких ограничений нет. Наши ВВС нанесли около десятка ударов по позициям ИГИЛ. Целями опять стали объекты военной инфраструктуры, пункты связи и полевые лагеря. Нанесены точные удары по семи объектам террористов. В результате прямых попаданий уничтожены командные пункты узел связи вооруженных формирований ИГИЛ в районе Дар-Таза, провинции Алеппо. Штурмовики Су-25 нанесли удар по полевому лагерю боевиков ИГИЛ в районе Маарет-Эн-Нуман, провинция Идлиб. Полностью разрушены бункеры, а также склады оружия и горючих смазочных материалов террористов. Также наши военные уточнили данные по вчерашнему этапу операции. В частности, рассказали и показали, как был уничтожен крупный командный пункт террористов, расположенный в районе города Рака.